привет и снова я говорю о своих любимых пластинках своих любимых групп но случается так что какая нибудь моя любимая группа которых кстати больше сотни если берите любимых моих группах их очень много и они все мне очень нравится все их я собираю так вот бывает такое что любимая группа какая-нибудь выпускает пластинку которую мне не нравится например pixies indies indies пластинка четырнадцатый год если меня память не изменяет воссоединение легендарное не побоюсь этого слова команды pixies под управлением чарльза майкла не помню какого-то томпсона майк кстати глядя чарльз майк томпсон 4 вот или в просторещии фрэнк black или black francis кстати говоря в дискографиях разнятся пластинки фрэнсиса блэка и блэка фрэнсиса или фрэнка блэка в общем там такая путаница с фрэнком равно как и с его песнями до этого мы дойдем чуть попозже так вот pixies которые вызвали у меня шок и трепет в девяносто первом году когда я услышал их четвертый альбом первые три я услышал значительно позже это сарфы роза дулитл и бассанова замечательные пластинки но первой я услышал вот эту trump ламан и услышал ее таким образом она продавалась в советском союзе или это уже был не советский союз я на самом деле это не важно продавалась она у нас в россии выпустила ее то ли snc records то ли рижская какая-то компания я и случайно совершенно купил и просто был сметен сразу же напрочь и никакая нирвана для меня тут даже рядом не стояла хотя слышал до этого только новомайн нирвана которыми не впечатлил впечатлила мне нирвана потом другими альбомами блестящими совершенно она вам а это я послушал ну да ну ничего ну зато когда услышал вот это тромб ламонт я уже совершенно понял что вот эта музыка вот это рок вот это современный рок который просто вот настоящий ну однако с тех пор да я дико полюбил пиксис и дулитл и бассанову и сафр роза все это best из the best потом группа распалась фрэнк блэк выпускал сольные альбомы до которых мы тоже дойдем и вот в четырнадцатом году появилась вот эта пластинка ну думаю все думаю это будет шок раз никакого шока нет потому что с ранним пиксис мне кажется это даже не сравнится с сольными альбомами блэка тоже не сравнится но причем при том музыка очень хорошая очень хорошая пластинка но увы нету вот той ярости той свободы той какой-то такой вот того своеобразие мелодизма пиксис мелодизма блэка даже скажем так уже как-то нет все громко все здорово все красиво и даже мелодично но вот что-то не то чего-то не хватает это говорит о том что личные отношения в группе очень важны поскольку группа это живой организм есть группы которые собирают продюсер и зарабатывает деньги и их в общем сразу слышно что это все как-то не по-настоящему это так все по наружку такая как как бы как бы эстрада поэтому музыка может быть и является чаще всего высоко профессиональный качественный прекрасно записанный и так далее но все это так по наружку а рок-группы это живой организм если два человека начинают ссориться конфликтовать уходить возвращаться это раз и как-то вот слышно два отца основателя точнее мать основательница и отец основатель фрэнк блэк и ким дил басистка бесконечно ссорились еще тогда еще во время главного периода группы пиксис потом вы разошлись окончательно потом встретились снова начали играть но во время записи этого альбома ким дил отвалила вообще совсем и играл уже другая басистка и вот эти вот вот это не взаимопонимание вот эти конфликты они все здесь конечно отразились и увы альбом не впечатлил хотя коллекционером пиксис конечно же я советую басинку иметь потому что она безусловно хороша она была бы блестящей если бы не было того что было раньше а раньше как я уже говорил этот четвертый альбом пиксис мой самый-самый любимый вот этот тромб ламонт с него и надо начинать здесь тоже отношения между фрэнком блэком и ким дил были напрочь уже разорваны разложены ким дил уже уходила уже играла в группе breeders своей которыми ужас не нравится на самом деле как это глупая пустая как мне кажется команда но это дело ким и ким дил ей нравилось художник волен делать то что хочет потом она вернулась и группа на излете уже отношений записала вот этот тромб ламонт совершенно сумасшедший совершенно взрывной яростный как нож прорезающий пространство и нирвана здесь со своим новомайдом конечно новомайдом даже рядом не стояла со своими этими мтвшными хитами нирвана подпитывалась музыкой пиксис об этом много написано много наговорено хорошая группа нирвана я ни слова не скажу новомайд мне не нравится то что дальше было это полный кайф это очень хорошая музыка отличная группа и курт кабейн это конечно один из моих героев но фрэнк блэк это герой на порядок героичнее для меня само начала чего стоит этой пластинке странные странная какая-то странная гитарная интро очень коротенькая но вообще все песни очень коротенькие у пиксис также как и у соль на сольниках блэка которых миллион я не знаю сколько не сольных альбомов ну что 15 точно есть и вот это гитарная интро с хрипящей гитарой тяжелый и сразу громкой раз и переходит в тромп ламон за главную песню удивительно мелодичную пиксис прекрасно совмещали гитарный рев тяжесть моторные барабаны которые все время бегут вперед и за ними не успеваешь и на фоне вот этого вот этого вот рева очень кайфовый мелодизм сложный неожиданное изменение мелодии неожиданное изменение ломка структуры практически если не в каждой песне то через общем тромп ламон сразу затягивает а потом начинается планет of sound зверская совершенно вещь и чем это все отличается от нирваны что в нирване все-таки больше панка условно в кавычках хотя это не панк никакой но больше откровенного панка а в пиксис как-то больше какой-то взрослости осмысленные ярости и юмора чего в нирване кстати говоря не особо много музыка без юмора как говорил франк запа это уже немножко нет а юмор может быть разным не обязательно шутить не обязательно хохотать показывать языки это морды и все он внутри музыки присутствует внутри переходов внутри мелодических каких-то крючков и в общем это очень очень неожиданно очень неожиданная яркая музыка ну и следующая песня алик эйфер она могла бы быть одной на всей пластинке это шедевр какого-то панк арт серф прогрессив рока коротенькая песня которая делится как минимум на три части всей каждый из которых естественным образом вытекает из предыдущий блестящий бэк-вокал ким дилл ее вокальная партия в конце удивительное совершенно дело ну и дальше одно другого лучше black francis джои сантьяго ким дил дэвид фл лап лав ринг барабанщик space i believe in песня дерганая совершенно странная вообще все песни очень странные лавли дэй лирическая песня могла бы быть лирической простой но она с таким же зверством и все время здесь франк black он из такого мягкого лирического пения неожиданно взрывается воплями хрипом криком все это в мелодике все это в нотах все это на месте но все время все время тебя как-то как-то удивляет страшно удивляет прижимает к спинке стула или там дивана и все время неожиданности все время интересно слушать что же будет дальше что чем с какой стороны ударит еще франк black тебя своей качественной мелодичной яростной злой музыкой наполненный настоящим юмором прекрасно но моя любимая песня здесь motorway to rusewell предпоследняя очень красивая как любитель группы beatles люблю люблю все таки мелодичную музыку а если она еще и наполнена здоровой хорошей яростью это вообще полный кайф ну как я уже говорил у блэка очень много сольных пластинок у меня их 2 всего из там 15 которых он который он записал на сегодняшний день ну 15 условно может быть их 14 может быть их 17 я точно не счету мне очень нравится вот эта вот штука который называется фэстмен райдер мэн это двойник и здесь франк black никакой уже не панк никакой уже не альтернатив щик хотя вся его музыка все его песни они сыграны так как будто абсолютно отвязанный от всего оторванный человек которому наплевать на рок на джаз на все на свете играет очень хорошие мелодичные песни играет их грубо яростно но при этом невероятно качественно тонко все на месте все записано все круто и такой откровенный уклон в сторону кантри можно назвать это альтернативном кантри я называю это электрический жесткий электрический кантри на грани панк-рока люди которые здесь с ним играют всем известны джим келтнер барабанщик само присутствие которого сразу гарантирует качество с кем только джим келтнер не играл таких людей наверно не существует если говорить об известных артистах стив кроппер гитарист эл купер клавишник который играл еще в группе blood sweet and tears с бобом диланом масса сольных пластинок заслуженный музыкант ну и левен хэльм конечно музыкант группы the band о которой будем говорить отдельно это целый культурный пласт музыкальный пласт не только американской музыки а современной музыки вообще так вот эту пластинку очень рекомендую тем кто любит country кстати рекомендую тем кто любит тяжелый рок рекомендую тем кто любит фолк рекомендую и тем кто любит пиксис еще более рекомендую мы классический совершенно вот этот honeycomb пластиночка она уже в сторону альтернативного кантри откровенно уходит она более более такая постаральная мягкая но очень красивая вообще все что играет фрэнк black на сольных альбомах это очень красиво и но красота это как-то скрыто она не так вот не 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 сверкает так как у beatles например или там у кого-нибудь еще не знаю там у genesis или у тех же пиксис она у него скрыта она как будто под под какой-то вуалью но сама музыкальная ткань сама фактура как это все сыграно как все это разложено как все это сделано кажется очень просто все так с электричеством громко громко все с барабанами все как надо ну кажется все просто просто и как-то так и как-то а потом раз как интересно раз как здорово как как кайфово мелодично и как хорошо какой молодец фрэнк black но вот эта пластинка она сшибает с ног как я уже и говорил очень просто настолько круто настолько не похожи ни на кого кстати когда они начинали они играли что-то вроде такого серфа серф рок и здесь этот серф тоже присутствует особенно в последние песни до наваха ноу последнее произведение чистый серф но с так с таким каким-то издевательством сыгран с таким внутренним панком внутренней внутренней альтернативы этому самому серфу то есть вот есть бич-бойс а есть пиксис и вместе им не сойтись как сказал один писатель я очень рад что в россии продавалась эта пластинка благодаря и познакомился с замечательной группой пиксис и если вы не знакомы с этой гениальной команды если вы любите например херстер ду про пиксис не слышали обязательно нужно послушать если вы не слышали не херстер дуни мэлвинс то послушайте пиксис и перед вами откроются неземные просто сверкающие дороги из желтого кирпича к панк року к альтернативной музыки 90-х годов это прекрасное время музицирования было сейчас уже а сейчас уже не то сейчас уже не то вот в 90 в 91 это было то что надо пошел пить до новых встреч пока